Ну, с чем это связано, я так думаю, что когда человек находится в каком-то состоянии стресса и страха, он управляем. Поэтому, наверное, как-то выгодно влиять на людей, чтобы они находились в этом состоянии, это мое мнение. И мы тогда не отдаем себе в отчеты вообще о своих действиях, мы не задумываемся вообще о своей жизни в этот момент, когда она нас вот так вот влияет. Мы находимся просто все время в боевой готовности, что называется, что вот слышим, здесь теракт, здесь там самолет упал, здесь какое-то негативное событие опять произошло, и мы живем в этом страхе. Люди все время излучают этот страх, и подобное притягивается к подобному. То есть, как я вижу, отвечая на первый вопрос, скорее всего, это с этим связано, на мой взгляд. А вот как в это не попадать, как все-таки не попадать в эти истории, в эти ситуации, нам самим, скажем, не подключаться к этому негативному полю? Ну, мы услышали информацию, я всегда задаю себе вопрос, как я могу в этом случае повлиять на ситуацию, могу ли я чем-то помочь в этой ситуации? Если ответа однозначно нет, вопрос, зачем мне эта информация? Ведь мы же даже не задаем себе вопрос, мы ее воспринимаем, слушаем эту информацию, и дальше на подсознание откладывается, и даже мы думаем, что она на нас как-то не влияет. Ничего подобного. Через какое-то время это событие происходит, и вдруг я оказываюсь в гуще еще этих событий. Почему? Да потому что я начинаю эту информацию внутри себя как-то перемалывать, то есть она уже находится внутри, а дальше я уже вот эти вот негативные вещи транслирую и притягиваю. Поэтому, если вас эта информация не касается, и вы не можете как-то повлиять на ситуацию, тогда вопрос, зачем вы об этом думаете или слушаете эту информацию. Если можете, сделайте что-то для этого. То есть конкретное действие рассеивает вот этот избыточный потенциал. Нет, пожалуйста, тогда займитесь каждый, если человек будет заниматься тем, что он будет доволен, счастлив, счастлив, извините, что он будет транслировать энергию радости, легкости, любви, позитива. Я думаю, что все вокруг будет меняться. С одной стороны, это утопия, казалось бы, но на самом деле я вот вижу по своим участникам своих программ, как это происходит, как меняется жизнь, и она становится ярче и лучше не только у себя, но и у других людей.